Большая медлятка, птицу шумбара, цветена ухо, не просто, теперь святая медлятка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Березы, березы. Такая березовая рощица растет рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне. Их очень много не пришло с той войны. А деревни все так же живут. Живет и Восток. И надо сказать, высоты берет большие и побеждает. Вот что сказал об этом председатель колхоза Камиуллин Владимир Касынович. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Финансовая неразбериха в стране и нестабильность в обществе. Мы все таки у себя стараемся, предлагаем все силы, чтобы у нас производство не уменьшалось. Ну конечно очень трудно дается, но все же таки должен сказать, что колхоз по продаже животновской продукции справится нынче со своими планами государственного заказа. Шерсть мы, можно сказать, уже выполнили. План у нас был 8 центнеров, выполнение составляет 9 центнеров. Числа 20-25 выполним по молоку и вот ближайшие 2-3 дня по мясу так же выполняем план. Ну особо хочется отметить по зерну. У нас хозяйство насыщенное, по, скажем, на единицу условной площади по содержанию скота. Поэтому мы очень трудно выполняли и выполняем план по хлебоздаче. Ну надо сказать, что мы тоже с этой задачей справились успешно. При плане 6300 выполнили 6700. Урожайность получили 16 центнеров с акцентного гектара против 14,5 прошлого года. Ну, колхоз, пока обстановка в колхозе стабильная. Каждодневные свои задачи выполняем и, можно сказать, с хорошим качеством. Сейчас вот начали подвозку соломы к местам зимовки скота. Тут свои, конечно, трудности. Это, во-первых, из-за финансовой недостатки, из-за недостатка финансов. Сейчас горючего нету. Где-то 70% тракторного парка только сейчас, на сегодняшний день на ходу. Потому что нету запчастей. И очень трудно с приобретением их. Думаю, что год завершим успешно. И в дальнейшем сделаем предпосылки, чтобы успешно также провести производство в целом по колхозе. Камиуллин – один из молодых председателей района. Смог Владимир Косынович, несмотря на свою молодость, вывести хозяйство в передовые. Говорят же, куда передние колеса, туда же поворачиваются и задние. Вот уже несколько лет благодаря упорному труду, строгой дисциплине, хозяйство держит призовые места по многим показателям и по животноводству, и по рстиньеводству. В колхозе пять ферм, учитывая овцетоварную. Общие поголовье составляет тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 380 – дойные. Уровень прошлого года по надуем взят. Годовой план по продаже мяса государству выполнен, и по молоку будет выполнен в этом месяце, как уверили нас в колхозе. Отметили и председатель, и главный зоотехник колхоза Рахимов Бектимир Рахимович, который в животноводстве работает уже 18-й год, Дайрек Зимбах Тинороулио, который с начала года на фуражную корову надоел 2490 центнеров молока, Тимирокову Данию на фуражную корову 2461 центнер, и Каштиву Райсу, надой ее составил 2486 центнеров. На сегодняшний день надой составляет 5,8 литров с коровы. Надеются доярки, что скоро надо и повысится, так как отделились первотелки. К тому же ощутимый подъем чувствуется из-за пуска корма цеха. Особо теплых слов заслужили скотники Токдаголов, Фердаос, Меншатов Данил имени Ахмедов Данилы. С цеха Хорма, Тимирзянов Фанаси и Шараев Альберт. Это лучшие в районе. Колхоз в свое время расплачивается и с колхозниками. Средняя зарплата за сентябрь составила 110-115 тысяч рублей. По подготовке ферм к зимним условиям работы колхоз занял третье место по району. Валовый надой молока составил 9700 центнеров. Продажа 8900 центнеров. Валовый привес телят 1180 центнеров. Средний суточный привес составляет 500 грамм. По району колхоз занимает первое место по жирности. 95% молока отправляется первым сортом. Конечно, нелегко приходится и этому колхозу. Сказать, что трудностей у него нет, будет ошибкой. Как везде, чего-чего, а проблем хватает. По внешнему облику села Старый Вареж, деревня процветающая. Можно так сказать. А вот как на сегодняшний день у вас дела обстоят с кадрами? Молодежь остается в силе. Можно ли об этом говорить? Можно и нужно, наверное. Потому что у нас никто, можно сказать, на 100% сейчас не уходит. Вот прошлый выпуск Старой Варежской средней школы. Только двое поступили в высшие учебные заведения. Все остальные здесь. И вот те выпуски. Молодежь, которая вот послужила в армии, тоже остается. Вот сейчас вот у нас в правлении колхоза проблема такая. Проблема занятости населения. После уборочных работ Тоже вот несколько человек у нас каждый день приходит в правление колхоза, к бригадирам, спрашивают работу. Мы не можем на сегодня обеспечить всех работой. Это вот тоже одна из проблем колхоза. В дальнейшем, если стабилизируется общество, придется думать над подсобными промыслами, над переработкой своей продукции. Как-то надо будет занять население. В основном, в первую очередь, молодежь. Примерно такие задумки на будущее. Да, остается молодежь в селе. Средний возраст дружников колхоза, как нас проинформировали в профсоюзном комитете колхоза, 35-40 лет. А механизаторов, в частности, и того моложе. Наверное, действительно, через некоторое время в колхозе появится еще одна проблема. Проблема обеспечения работы жителей села. Думается, у молодого председателя и на это хватит смекалки. Планов у него много. Говорят же, что по отношению к старикам и детям определяется любое общество. Коллективное же хозяйство – это менее общество. То, что молодежь в колхозе остается – фактор немалозначный. А теперь следующие факты. В трех селах есть школы, в Старом Варяше, средняя школа, в Нанедах и Новом Варяше – начальные. Есть садик на 25 мест в центральной усадьбе, два медпункта, один профилакторий, два бригадных клуба, плюс один в Старом Варяше. Конечно, все это строится с большой помощью администрации города и района. Что примечательно, здесь особо отношение и уход за сельскими кладбищами. Меджакир Шеславович, вот не секрет, что многие сельские кладбища у нас бывают забыты, затоптаны даже иногда. Как у вас в колхозе дела обстоят с этим вопросом? Вы что сможете сказать по этому вопросу, как председатель правкома колхоза «Восток»? Ну, кладбище – это вопрос, конечно, серьезный. Ежегодно мы, с 1 мая, весь колхоз собирается на кладбище. В этот день мы проводим День памяти. Все приходят, старики, младшие, молодежь, убирают на кладбище, мусор все сжигается, убирается все, что осталось после зимних похорон. А вот, допустим, умер в колхозе у вас, одинокий, престарелый, у него нет ни сына, ни дочки, ни родственников. Как в этом случае поступает колхоз? Да, такие случаются у нас в колхозе. Вот в этом, во всем помогает наш колхоз. Все готовит, и гроб готовит, и изгородь, материалы покупает колхоз, венки покупает. Все это выполняется правдением колхоза. И похорону проводит бригада, где он умер, в какой деревне. А вот колхозник, который всю жизнь работал в колхозе, вот и выйдя на пенсию, умер, его семья, можете рассчитывать на какие-то льготы при похоронах? При похоронах, конечно, льготы у нас осмотрены. Тоже в этом правдении колхоза, профсоюзной организации, исполком сельского совета, все помогает и транспортом, и организует похорон, и обед организуется. Все это помогает колхоз. И также после похорон этой семье выделяется, конечно, компенсация у них. В колхозе рассмотрены такие льготы есть. Выделяется помощь, единовременная помощь. Это тоже рассмотрено у нас в коллекционном соглашении. Единовременная помощь, она в каком размере? Единовременная помощь, это по месяцам возрастает каждый раз. Пока не знаю, сколько точно сказать, даже где-то 79 тысяч или как. Ну, для, допустим, семьи колхозника это ощутимая помощь все-таки, да ведь? Конечно, это ощутимая помощь при похоронах. Спасибо. Вот так живут и трудятся на сегодня в Старом Варяше, несмотря ни на что. Когда горе плачут, когда радость смеются, женят молодых, хоронят стариков, рожают детишек. Не хуже других работают. Выполняют планы и по закупкам молока и мяса, по обязательным поставкам зерна, за которые один бог ведает, когда с деревней рассчитаются. Всеми успехами на селе мы обязаны нашим замечательным сельским труженикам и к добросовестной, напряженной работе. Крестьянские мудрые, они давно поняли, что политическая трескотня, надуманные межнациональные проблемы, все это временные, приходящие. Лишь земля кормилиться вечно, и только кропотливый труд на ней дает достойные плоды. Огромное спасибо за все, что вы делаете. Здесь, далеко от столицы, небо, поля и леса. Вечные, честные лица, ждущие с болью глаза. Уважаемые телезрители, при администрации города и района действует постоянная комиссия по делам несовершеннолетних. Сегодня у нас в студии ответственный секретарь комиссии Аниса Закиевна Валиева. Аниса Закиевна, скажите, пожалуйста, как работает комиссия и какие вопросы, связанные с подростками, волнуют вас? Да, действительно, наряду с общими проблемами хочется отметить не менее важную проблему, касающуюся несовершеннолетних. К сведению, несколько цифр. За 9 месяцев текущего года несовершеннолетними совершено 20 преступлений против 25 в 1993 году. Снижение составляет 20%. В совершении преступлений приняло участие 25 подростков. Из них состояли на учете в отделении по профилактике и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних лишь два подростка. Приводя эти цифры, хочется заострить внимание на то, что все же воспитательная работа в организациях, предприятиях, школах поставлена не на должном уровне. Совершили преступления члены рабочих коллективов НПМК, ПМК Баш-Агро-Пищепромстрой, Хозрасчетный РСУ, колхозов имени Куйбышева, Калинина, Энгельса. Из 25 подростков, совершивших преступления, 6 подростков, не занятые общественно полезным трудом. Проблема занятости подростков была и остается. Мы все должны быть причастны к решению данной проблемы. В целях обеспечения полной занятости молодежи в производстве и улучшения трудоустройства подростков в социальной адаптации несовершеннолетних было принято постановление главы администрации номер 17 от 20 апреля 1994 года об установлении брони для несовершеннолетних. По плану было забронировано 193 места, трудоустроено 171 подросток. В вопросе трудоустройства активность проявляют руководители организации УТТ, ремонтно-транспортного предприятия РАПО, ПМК, БАШ, Агропищепромстрой, Совхоззавод, СУСЕМ, МПМК, Хозрасчетный РСУ, районный узел связи, райбольница и другие. Однако некоторые руководители проявляют пассивность, отказывают в приеме на работу несовершеннолетних. Это ПЧ-26, НГЧ-11, локомотивное депо, ОРС-05, РАЙПО, Межлесхоз, Лесничество и другие. Аня Сазакьевна, скажите, пожалуйста, наверное, и в городе, и районе немало подростков, которые хотят устроиться на работу. Какую помощь оказывает им комиссия? Действительно, большая работа проводится по выявлению неработающих и неучащихся подростков. На сегодня выявлено более 20 подростков, не занятые общественно полезным трудом, в том числе и неустроившиеся выпускники школ. Встречаются случаи увольнения с работы по собственному желанию без согласия комиссии по делам несовершеннолетних, что является нарушением статьи 183 Кодекса законов о труде. Мы всячески должны поддерживать молодежь в этом вопросе. Согласно указу Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан о мерах по трудоустройству несовершеннолетних, статья первая норма брони для приема на работу несовершеннолетних предприятиями любых организационно-правовых форм собственности составляет 3% от общей среднесписочной численности работающих. Мы рассчитываем на поддержку руководителей предприятий и организаций города. Также большую помощь в вопросе устройства несовершеннолетних оказывают нам Бюро занятости местной администрации. Аниса Закеевна, насколько мы знаем, сегодня только у вас прошла комиссия, состоялась комиссия по делам несовершеннолетних. Скажите, пожалуйста, какие дела вы на ней рассматривали? На районной комиссии по делам несовершеннолетних возлагается рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних, совершивших общественно опасные действия. административные правонарушения, совершивших мелкое хищение государственного или общественного имущества, мелкое хулиганство, уклоняющихся от учебы или работы и совершивших иные антиобщественные поступки. И сегодня на заседании комиссии рассмотрено 10 дел о правонарушениях несовершеннолетних. Все они получили наказание согласно указа за появление в общественных местах в пьяном виде. Статистика свидетельствует, что по-прежнему негативными факторами, влияющими на уровень преступности, является пьянство, тунеядство. правонарушения. из 49 материалов, рассмотренных на заседании комиссии, 31 материал, совершившие правонарушения в нетрезвом состоянии. Такая же картина среди взрослого населения. Поэтому очень много случаев лишения родительских прав, особенно в этом году. Пользуясь случаем, хочется напомнить о работе в трудовых коллективах комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Предупреждение любых правонарушений – дело всех государственных органов. Повышение уровня профилактики требует улучшения координации деятельности правоохранительных и иных государственных органов. Еще более активного участия в этом деле общественных организаций, трудовых коллективов и граждан. Спасибо большое, Аниса Закеевна, за беседу. О вашей комиссии желаем успехов. О том, какие проблемы и трудности ставят перед руководителями хозяйств переход котельных от жидкого топлива на газовые, знают, наверное, немногие. Это и финансовые трудности, осуществление проектных документаций, поиски необходимого оборудования и, конечно же, времени, которого так не хватает руководителям. Трудности трудностями, но газовое отопление веление времени. Вот недавно, 17 ноября, перешел на газ котельное самого крупного предприятия в северной части города масло-сыр комбината. Большую помощь оказали специалисты участка номер один Нефтекамского наладочного управления акционерного общества Нефтекамск Автоматика. Вот что нам рассказал директор масло-сыр комбината Фарид Зеевич Минязев. Наши котельные питаются теплом соседи, все соседи, можно сказать, это Агроснаб, ОРСНГУ, Краснохлопнефть, соседние два ПМК, сельхозхимия, вот эти вот промышленные организации, предприятия, и все жилье. Это где-то около двухсот квартир получает от нас тепло и горячую воду. Несколько слов о преимуществах газово-отопления. Наверное, особо много не следует говорить о преимуществах. Мазут есть мазут, очень много копотей. Это, во-первых, во-вторых, мазут сегодня найти проблема и, откровенно говоря, если найдешь, отгружает, мазут очень некачественный сейчас. Она идет с водой, какой-то смесью с песком, она забивается в форсунки и очень много проблем создает. А газ, есть газ, он чистый, я думаю, с подключением газа нашей котельной эти проблемы все снимутся. Это для нас сегодняшний день, я считаю, лично для меня и для нашего коллектива, это днем великим и большое это счастье переход нашей котельной на газ. Фрезерыч, и насколько она безопаснее? Вот мы помним в том году, свежий пример, у вас здесь была авария, теперь вот, наверное, может, можно не бояться? Ну, знаете, тут не бояться может быть не то слово, потому что ответственность намного должна быть выше, газ есть газ, поэтому мы всех своих рабочих котельной подготовили, мастеров, операторов, заранее подготовили, подобрали именно таких ответственных людей, но я думаю, с переходом на газ таких остановок не должно быть, я из-за чего такие стоянки, остановки, вернее, бывают, сейчас только перечислил, я думаю, сейчас они все будут изжиты. А эти кадры сняты в зале заседания администрации города и района, по чьей инициативе состоялось собрание акционеров Янаульского филиала коммерческого банка «Восток». На собрании участвовала заместитель главы местной администрации Лира Негамаевна Цуварева. Наверное, последним толчком к этой встрече в собранию стала статья в газете «Казалтан» о Янаульском филиале банка. «Как видите, в зале сидят в основном люди пожилого возраста. Кто же виноват во всем этом? Когда же намерены начать выплату дивидендов акционерам? Где наши деньги?» Эти и многие другие вопросы были подняты на собрании. Отвечал на вопросы директор Янаульского филиала Банка «Восток» Зефиль Талипович Имамов. Но сказать, что эти ответы удовлетворили всех, трудно. Собрание постановило от имени администрации города и района акционеров банка написать письмо в Центральное управление банка с требованием начать выплату дивидендов и вкладов в первом квартале 1994 года. Редактор субтитров Корректор А.Егорова